70 лет в этом году исполняется Приморскому отделению Союза писателей России. Уже 20 лет его возглавляет Александр Алексеевич Ткачук. Это уникальный человек, он не только писатель, но и мировой рекордсмен по пауэрлифтингу, отличный спортсмен. И сегодня Александр Алексеевич у нас в студии. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас хочу поздравить с этим замечательным событием, с юбилеем. Как я сказала, уже 20 лет вы возглавляете Союз писателей, Приморское отделение. Расскажите о своей работе. Все-таки срок немалый, и я, конечно же, хочу поздравить вас с этим двойным юбилеем. Так я хочу вас опередить уже. Не сейчас, из-за 70 лет, а в октябре будет проводиться. В октябре. Да, поэтому я уже заранее вас приглашаю на этот юбилей. Спасибо. Чтобы освещали. Конечно, с удовольствием. Видите, заранее. Да, вот мы будем отмечать 70 лет нашей писательской организации. Конечно, это событие. Я не преувеличиваю ничего, потому что юбилей, есть юбилей. И мы действительно к нему готовимся. Ну как готовимся? Творческие люди, как правило, готовятся к своей работе, к творческой работе. Ну, допустим, мы много очень сейчас по краю ездим, в городе встречаемся с нашим читателем. Особенно нас волнует эта молодежь. Это с молодежью. Это школьники, студентами, военнослужащим, кстати, на флоте. Я дважды встречался на кораблях, когда днем военно-броскового флота было и так далее. Почему именно молодежь? Потому что, вот смотрите, уже начали более-менее об этом говорить по телевидению. Вот что вся наша молодежь сейчас ушла в интернет. И что характерно? Я вот когда наблюдаю, когда хожу по городу, я постоянно в городе смотрю за молодежью, и все носят телефоны в руке. Все постоянно носят. Идут, и не видят, куда идут, и туда-то смотрят. И вы знаете, это, ну не видела, чтобы кто-то шел с книгой там, или где-то читал книгу и так далее. Иногда читают в телефонах. Справедливости ради хочу отметить. Но, понимаете, интернет, ведь уже начали говорить, что это же, это высокочастотные, там волны проходят такие, бьют по мозгам. Там же, это же, ну, болеют люди, молодежь особенно, на мозги бьет очень сильно, на зрение и так далее. Особенно вот девочкам будущей мамы и так далее, рожать и так далее. Если она, мне что-то не повлияет, ну, я даже об этом говорю, что даже дети рождаются нездоровые, потом не своевременно рождаются или вообще так не рождаются и так далее. То есть уже начали об этом говорить. Поэтому вот это вот волнует. А вот книги, я говорю, мы, ну, как каждый творческий, если артист выступает на сцене или там на театр и так далее, он, естественно, пропагандирует то, что он умеет и то, что делает. И мы тоже сам пропагандируем. Вот, в частности, допустим, у нас запланировано, вот я уже сколько езжу по краю, и был в Михайловском районе, кстати, там очень, Агахонов Владимир Владимирович, который руководитель этого района Михайловского, собрал всю Михайловку там, наверное, собрал в этом Дворце культуры. Так принимали, так здорово. То есть желающих много тем не менее встретился. О, много, очень много. Особенно меня радует, я еще раз повторяю, когда в зале молодежь. Потому что, видите, вот мы будем дальше говорить о здоровье человека молодого и так далее, и так далее. Я все на своем примере. Я не теоретик, что вы читаете, а сам книгу уже забыл, когда держал в руке. Или вы там бросаете курить, а сам смолю. Или так далее. А я все на своем опыте, как я прошел школу жизни, так сказать, дедомовской, потому что я дедомец, 10-летие возраста. Как я прошел, и кем я встал, и так далее, и так далее, и прочее. Капитан дальнего плавания, и прочее, прочее, прочее. И так далее. Поэтому это очень важно. И вот мы, допустим, неделю назад тут был партизанский, тоже встреча была с молодежью тоже встреча. Ну, уже многие, наверное, видят, там даже по телевидению показывали об этом. Вот сейчас встречу уже мне наметили в Дальнереченске, Чухуевку уже намечают, приглашают. Кстати, сегодня вот перед вами, когда я шел сюда, звонил опять Владимир Владимирович, говорит, после мая надо еще раз встретиться, там еще другие какие-то коллективы там хочется брать. Владимир Владимирович, да нет вопросов. Кстати, молодец этот руководитель этого района, такой молодой, энергичный такой, молодчина. Вот, поэтому, естественно, работы очень много, очень много. Ну, и все же к этому 70-летию мы, значит, еще будем такие мероприятия проводить. Он будет скоро День Победы. А День Победы, ну, сами знаете, это наших ветеранок уже мало, и мало уже остается, так сказать. Вот, но тем не менее, у нас есть, вот, я очень хорошо контакт с начальником управления общественной организации, Вишня Андрея Анатольевича. И вот мы, значит, вот были в ресторане «Райский сад», это на Луговой, и опять договорились, опять я подчелкиваю, потому что уже не около десятилетия, мы же проводим там встречи и с ветеранами войны, и, значит, с детьми войны. Защиты поколения, да, то есть защиты детей, ну, 1 июня, да, совершенно собирают детдомцы, там, вот, этих, которые, сироты дети, и так далее, обедами, корами, там, и так далее. И вот сейчас договорились, что с 7 числа, 2 часа дня, значит, ветераны, города ветеранов, будет накрыт праздничный стол, ну, естественно, наркомовский соточка, это, ну, тут должно быть как положено. Тоже это пророчим к этим вещам. Потом дальше мы, значит, разработали план, конкурсный план для молодежи, творческий конкурсный план. То есть сейчас наша необходимость такая, чтобы по всем школам, я, кстати, был новым начальником управления среди учебных заведений, мы все переговорили, и это по конкурсу сказалось, что все школы вас будут приглашать, и так далее. Но, вы знаете, я недоволен, потому что что-то тишина, я не знаю, чем они там заняты, и что прочее. А конкурс объявлен, то есть творческий конкурс, там, знаете, с 1, допустим, по 4, по 4, по 7, то есть разбили. А нужно будет написать сочинение? Да, значит, и каждый по 1, по 4, ну, стихи, прозы, и так далее, и так далее. То есть любое творческое задание? Совершенно верно, все разработано. И мы хотели бы этот все конкурс завершить, это, допустим, Дню города, подвести итоги. У нас есть свои, так сказать, комиссия, которая определит первые, там, третьи, третьи места, где награждать, и так далее, это тоже, это очень важно, я считаю, что это важно. Потом дальше мы, дню, так сказать, этого, наше юбилею, очень много книг раздали по колонию. Я, как член Следственного комитета по правам заключенных, и езжу в творческие встречи по колониям, тюрьмы ездить. По всему Приморью? Да, совершенно верно. А расскажите об организации, это вот интересные такие мероприятия, да, оно не одно, и постоянно вы ездите в разные уголки Приморья. Как это происходит? Какой группой вы едете? Как туда добираетесь? А, как добираемся, ну, да, это мероприятие, действительно, по Приморью сложно, транспорт, естественно, нигде не выделяется, средств нету, ну, мне друзей много, мне много знают и так далее. То есть это ваше, по большому счету, лицей? Да, они меня везут, ну, а где, куда там, где нас принимают, нас кормят, да, да, там, вот, в Михайловском районе, в ресторане, все как, борщ, все как положено, все накормили, и можем ехать назад. То есть вас везде, конечно же, радушно принимают. Да, очень рад. А где уже побывали, Александр Алексеевич? Ну, вот, я же говорю, побывали и в Покровке, и это самое, в Суриске, и потом в этом Михайловке, вот, по колониям везде, так сказать, то же самое, 10-я колония, 20-я колония, женская, кстати, колония, 10-я, Михайловка, да, тоже там же, Михайловка, там очень много сидит, сидит молодежь и так далее, и так далее. И вот сейчас опять запланировали такие вещи, уже сделали практически, это раздавали книги по колониям, по всем колониям книги, у нас же в Союзе писатели, писатели наши приносят книги, и на полке так все, я решил, чтобы они там не лежали на полке, а все собирали, допустим, по 20 книг, такую-то колонию, такую-то, допустим, в Рангель, там молодежи, туда отправили, там же сидит молодежь, 14-18 лет, тоже планируют туда ехать, потому что я 2 или 3 года назад был там, конечно, смотреть на них очень жалко, потому что такой возраст, представляете, сидят, а я же говорю, я прошел в детдом, я знаю, что такое, поэтому, то есть есть поучительность, что на своем примере, что вот я проходил в детдом и так далее, как я стал тем-то, как я стал спортсменом, ну, я же еще мастер спорта по Советскому Союзу по боксу, поэтому защищал сборную Украины, трехкратный чемпион Украины, когда учился в мореходном училище там, поэтому, да, есть мне о чем говорить, и они, естественно, я думаю, что хоть 2-3 человека, если взяли то, что я рассказываю, и как я добивался чего-то, какой целью своей, я думаю, что я победил. Вы действительно, ваша история, она очень показательна, что, как вы сказали, вы человек из детского дома, росли в очень непростое время, и тем не менее, да, уже вы в таком возрасте находитесь, но тем не менее, вы очень активны, вы, как я говорила, мировой рекордсмен, вы продолжаете выезжать на соревнования, при этом руководите союзом писателей, вот, конечно же, они смотрят на вас, и это, наверное, очень идеальный пример для того, как изменить свою жизнь, что, да, им тоже пришлось непросто, но тем не менее, вот перед ними такой человек, да, который смог всего добиться сам, и вот вы в некоторые колонии приезжаете неоднократно, и вот видите ли вы после вашей первой встречи какие-то изменения уже в них, отношения, может быть, к ситуации в лучшую сторону? Вот, допустим, в 29-й колонии, это в Большом Камне, я был там, значит, тоже, я не опять там, поеду скоро туда, тоже опять, значит, вы знаете, там такие аплодисменты, я даже не думал, что в колонии может такие аплодисменты быть, ну, просто, или, допустим, в Женской колонии, то же самое, потому что, видите, каждая аудитория свое направление, допустим, мы говорим уже немножко по-другому, если я там в колонии, я же по-другому, а с учащимся, это уже всем по-другому, тоже по-другому и так далее, то есть по-разному, и то, что они воспринимают, как меня, вы знаете, я этого не уступлю, пока я буду жив, я буду на своем примере все время, так сказать, показывать, что может человек достичь в любом возрасте, независимо. Вот, допустим, как вы говорили, вот сейчас же я действующий спортсмен, а многие удивляются, начинают задавать, сколько мне лет, и так далее, и так далее, ну, когда узнаете, сколько мне лет, ну, естественно, аплодисменты сразу. Конечно, потому что это уникальный действительно случай. Ну, да, ну, тем не менее, как вы уже говорили, я выступаю сейчас по пауэрлифтинге же, да. Расскажите о ваших последних достижениях, мы достаточно часто с вами встречаемся, уже год, наверное, правда, не виделись, да, год назад, ну, не так-то часто, как хотелось бы. Так вот, расскажите о своих победах. В любом случае, я скажу, уже, вот я 12 лет уже занимаюсь, это чисто случайность, дело в том, что как профессиональный спортсмен, потому что я и тренирую, и постоянно тренировал боксера уже постоянно, в Олимпийстве же, тренерская работа и так далее, и когда я, значит, встречаюсь с этими, ну, молодежью и так далее, и так далее, вот, и я, мне кажется, что я должен еще дальше что-то, нужно чем-то заниматься, чтобы продолжать свою деятельность. И чисто случайно на Дальнем Востоке я там подошел к этой штанге, там, пожалуй, никого не было таких, как я, в таком возрасте, потому что там через каждые 5 лет и весовая категория, допустим, 30-35, весовая категория, 35-40 и так далее. Ну, я в своей весовой категории, в основной группе, на чемпионате мира, где-то человек 8 бывает, а на Европе 5-6 человек бывает и так далее. Вот, и, ну, я уже соперников знаю, а потом куда-то не девается, в Европе были, потом на мире нету, то есть, а я держусь, единственный с монголом дважды встречался, так он мне турики подарил свои, там, так сказать, будешь в Улан-Баторе, там чемпионат мира у нас будет проходить, он говорит, приезжай, я тебе отдых сделаю. Ну, он сошел, он пошел в Троеборье, он такой кривоной, ноги сильные, пошел и тягу, и тягу, и станы, и приседания, и так далее. А я в жизни так и остался. Вот, поэтому, да, каждый год, и вот последние соревнования были в Финляндии, Европа была, и мир в Москве. И в Финляндии я повредил плечо. Почему? Потому что там получилось, я первый шел. Там же тоже есть, кто меньше весов, тот первый, а потом дальше, дальше, дальше. Весовая категория, я имею в виду, потому что, допустим, я выступаю в 75 килограмм, значит, там есть где-то меньше или больше, и так далее. А за мной Фин шел, третий подход. Я думаю, ну как же, Фину проигрывать, мы же 39-й год нужно напомнить, что мы проигрываем. И я пошел на мировой рекорд. И это самое, и потянул сильно плечо, очень сильно. У меня в глазах потемнело, да, и потом даже ушел душ, а у них хорошо хоть никакого не было. Я подушил, смотрю, что-то, вниз посмотрел, вода что-то, красная. Думаю, что ржавая вода, я такая-то с носа, хлынула кровь сильно. И мне там, уже потом мне сказали врачи, что это хорошо, что вдарило через нос, а не в мозги. Иначе инсульт там, я схватанул бы, и так далее. Вот уже аж в глазах потемнело, я даже не чувствовал, как и что. Но я взял и победил там. А потом через три месяца чемпионат мира в Москве. Ну, командное первенство, все же, надо же Россия, и так далее. Ну, я и там еще выиграл. И повредил сильно плечо. Ну, сейчас лечился, лечился. Вот, и сейчас уже нормально, уже немножко. Тут хотели что-то операции, УЗИ, и там делали эти врачи, что-то не могли понять, что прочее. Ну, сейчас все в порядке. Да, восстанавливались, да, уже малыми сам начал заниматься. И планы у меня в октябре месяце я провожу 70 лет, 5-го числа октября, а 15-го в Словакию уезжай на чемпионат мира. Я желаю вам удачи и победы, очередной. Да, я вам обязательно скажу об этом, как там было и так далее. Братислава, да, поэтому я уже буду готовиться. И, естественно, с этим показателем я опять буду выступать перед школами и так далее, и так далее. А так я уже 7 раз Европу выиграл, 7, мир выиграл. Да, и когда выступают перед участием, я даже говорю, что... Ну, я не один такой. Вот у нас сейчас весь молодой губернатор Олег Николаевич, так сказать, занимается собой. Вот каждое утро там носится в спортзале, в олимпийце занимается. И он мне говорит, если встречается с молодежью, говорит, чтобы молодежь занималась спортом, а не там наркотой и прочее, так далее. Я постоянно говорю об этом, чтобы они ходили в зал. И, кстати, решается вопрос, чтобы не только муниципальные спортивные залы бесплатно занимались до 14 лет, но и коммерческие. То есть дети будут до 14 лет заниматься в спортивных залах бесплатно. Александр Алексеевич, мы сейчас обязательно продолжим эту тему. Предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Александр Алексеевич, мы на таком интересном, немаловажном моменте с вами остановились, заговорили о спорте, я напомню нашим телезрителям. И вы сказали, что планируется... Вы находитесь сейчас в Совете губернатора, естественно, по вопросам спорта. И вот вы сказали, что... Ну не только по спорту. Не только по спорту, сейчас расскажете тогда, в каких еще сферах также помогаете. Вот вы сказали, что даже коммерческие залы сейчас хотят сделать бесплатными к посещению для подростков. Правильно я поняла? Да. Расскажите об этом. Ну это говорю, вот... Значит, если наши делятся и коммерческие, и муниципальные залы... Ну муниципальные, тут проще просто, так сказать, дала команду, чтобы детей... Так сказать, потому что надо поднимать детский, юношеский спорт. Потому что фундамент закладывается в детстве, а там уже все остальное потом. Если не заложишь фундамент, спорта не будет. Я же прошел эту школу советскую, там же все бесплатно было. А какие спортсмены были? Ёлки! Я помню, в сборной Украины боксировал, так что десяток в затылок мне дышали подобно, в моем уровне. Поэтому тут да. А вот коммерция тут, наверное, придется это на думе, вопрос на краевой думе решать. Вот, может быть, там уменьшить аренду зала этих коммерсантов, там, или платить за свет меньше, или за тепло меньше. И на эту сумму, так сказать. А это просто, я уже консультировался многих, говорит, журнал заведем и все запишем, сколько у нас занимается до 14 лет. Никаких вопросов будет. Пусть уменьшат какую-то аренду, и мы, говорит, готовы принимать хоть весь город. Я уже говорил, потому что мне многие знают же об этом. Вот, и такой вопрос, и Олег Николаевич, он тоже очень беспокоится в этом плане, чтобы наши дети не шлялись по улицам, а шли именно в спортзал. Потому что, вы сами знаете, крути не верти, где-то 3 тысячи с лишним нужно платить за месяц. А сейчас, смотрите, ЖКХ заплатить. А кто может, если семья там, ну, семья живет за ЖКХ, как она, моя семья, допустим, мама там одна, или это, заплатить за ребенка? Она же не может, детских денег ниже нету. Значит, куда ребенок идет? На улицу. А улица что? Это курево, это наркота и прочее, прочее. Потому что я в этом плане, чем я, тем более, член в Следственном комитете края, тоже вопрос мы уже поднимаем, это вопрос, чтобы побольше, так сказать, работать с молодежью, и не только, чтобы, допустим, когда уже они попались, уже так росли, а предотвращать, то есть заранее говорить, чем это вернется, если будет, я не знаю, так далее, так далее. Это тоже очень вопрос. Поэтому есть вопросы, и я думаю, что, Леонид Николаевич, правильно в этом плане, я ему буду вообще помогать, не только по спорту, по культуре, по другому, потому что я обладаю мощнейшей информацией. Я же с людьми обращаюсь. Он же не моет, он сам носится по всему краю, вы же видите. Его трудно где-то застать в кабинете. Он постоянно, вот я в Михалке был, он, кажется, два дня до этого в Михалке тоже был, вот так далее. Поэтому он носится, потому что он познает, он все должен, как все анализировать, край же надо подымать, и он подымет, вот посмотрите, он энергичный, потому что, вы сами знаете, что народ любит не только умных руководителей, но и сильных, а он как раз сочетает и то, и другое. Это не реклама, я говорю DC, как она есть на самом деле. Поэтому вот это очень важный вопрос, чтобы молодежью заниматься, я буду заниматься, информировать его, что, так сказать, говорят в крае о нем, какие вопросы надо решать, потому что не все же могут подойти и сказать ему, ты это решай, ты это решай и так далее. Сами знаете, это очень важно, когда есть информация мощная от народа. А я это могу сделать. Ну, то, что вы сейчас перечислили, да, в первой части нашей программы, и вот в данный момент, это такой очень серьезный пласт работы, который отнимает действительно огромное количество, просто колоссальное количество времени, ведь ситуацию также нужно проанализировать, успеть встретиться и там с людьми, и там, и также руководить еще нужно успевать Приморским отделением Союза писателей России. У меня к вам такой, наверное, личный вопрос. Как вы все успеваете, какой у вас распорядок дня? Вы в прекрасной форме, отлично выглядите, вы замечательный спортсмен. Просто как пример нам всем, расскажите, как вы живете, какой у вас образ жизни просто. Когда я пришел? Если есть, не сильно устал, я ночью пришел. Ложусь спать не раньше трех часов ночи, где-то так примерно. И встаю где-то в девятом. Мне пять часов и так далее. Ну, тем более, я, насколько знаю, там, у меня есть, так сказать, опыт и по книгу, ну, вот если корнивы там читали, там есть, что сон складывается не полностью в весь сон, восемь часов, как репинуют врачи, семь-восемь часов, а, допустим, два часа хорошо поспал, перелив, все решает, и оно суммируется, и все. Я по себе знаю, когда я работал в Арктике, когда я капитаном работал, я в Арктике возили мы грузы, народом северо, пивы, зеленый мис, тикс и так далее. Тогда колбасы, мясо, все там было, а у нас не было, а там было. Первая категория, и вот во льдах идешь и так далее, на кресле капитанском раз, когда хороший, нормально идет, льда такого нету, ничего такого не грозит, 10-15 минут раз, я как будто опять народился. Поэтому у меня такой распорядок. Потом я, значит, в Союз, туда, значит, там, что, если там люди, если встречи, мне все заранее все это делается. Я все знаю, когда, куда, чего. И обязательно тренировки, а потом же в пять часов, в шестом часу в спортзал. Опять домой. И так все время по кругу и по кругу. А сколько раз в день? Три раза. Три раза в день вы тренируетесь? Три раза в неделю. А, в неделю, в неделю. Нет, три раза в неделю. Это недостаточно, хотя даже, ну, для могла говорить возраста, хотя я возраст свой не чувствую. Поэтому у меня планы есть. Вот я как-то с молодежью встречался, мне задавали вопрос. А какие ваши там планы на будущее и так далее? Я говорю, 90 лет выйти на помост. Мне цель такая. Я как самурай. Правильно. Сказал и сделал. Правда, говорю, я хорикири делать не буду, если я не сделаю. Но 90 лет я запланировался выйти на помост. Разве это плохая цель? Замечательно. Я всем это говорю. Вот и все. Говорю, следуйте за мной и будьте таким, как я. И в это время, я, как скажу, в 90 лет, вы опять молодец менты не слышали. А вот что касается питания, вы наверняка, ну, все-таки придерживаетесь правильного питания? Да, вы знаете, ем все, так сказать. Никаких вопросов. Мне без физики, все время вес держится, постоянно. Два-три килограмма туда-сюда. Ну, пересоржение там начинается немножко с весом, потому что и физически, и психологически и так далее. Ну, а питание трехразовое, нормально. Утром я немного ем, и вечером так. А вот обед уже капитальный. Борщ там первое, второе, третье, все как положено. То есть питания нет. Ну, наверняка просто в меру. Не переедаете. Совершенно верно. Вот сейчас вот по телевидению там все время идут то-то, то-то там. Вот эти там надо то-то кушать. Хочешь и кушай. Или, допустим, вот воду там 3 литра, 5 литров. Хочешь пить, пей. Не хочешь, не пей. Вот и весь разговор. Не надо себя насиловать. Не надо принуждать. Важна золотая середина. Совершенно верно. Не надо ни то, ни другое. Во всем, кстати, нужно середина такой. Вот вы прекрасно выглядите. И вам, ой, питайтесь, и все будет нормально. Потому что вы занимаетесь. Я знаю, вы занимаетесь, поэтому вы прекрасно выглядите. Вот тот же пример. Спасибо огромное. Александр Алексеевич, ну мы немножечко вернемся к союзу писателей. Как мы сказали, юбилейный год, 70 лет. Вы говорили, что будут мероприятия, конкурсы проходить. Может быть, будут еще какие-то события, на которые вы пригласили бы жителей Владивостока, гостей города? Вот Вишня Андрея Анатольевича, я уже говорил о нем, начальник управления. Он все занимается этим вопросом. Подберем зал, где не меньше должно быть 400-500 человек, чтобы было всех. Реклама будет об этом. Конечно, телевидение должно быть. Там будет нас поздравлять. Олега Николаевича это точно поздравить. Он не пройдет мимо этого, я знаю. И в город будет администрация, там города, края. Все, будет поздравление. Потом в Москву кто-то приедет, наверное. Я так думаю, потому что я с Москвой постоянно на связи. Я думаю, что приедут. Кто-то тоже, потому что нужно поздравить, чем-то наградить грамотами или че-то. Ну что-то надо наградить. Конечно. Концертная программа будет небольшая такая. Поэтому да, мы все это планируем, потому что это очень важно для людей, для вообще культурных, правильно же? Культура должна существовать. Потому что, как говорил еще Островский, без культуры нет нации. Поэтому, сами знаете, культура должна быть везде и во всем. Особенно, говорю, это для молодежи. Историю своей страны знать, культуру должны знать. Мы все это преподносим, все об этом говорим. Это моя задача. Я то, что и делаю. Александр Алексеевич, я хочу вас поблагодарить за этот разговор. Спасибо вам огромное за вашу работу. Огромную работу, которую вы делаете. Спасибо, что нашли время и сегодня к нам пришли в студию. Я вас поздравляю. Все-таки год уже юбилейный начался. Поэтому имею полное право вас поздравить. Хоть, говорят, заранее не поздравляют. Празднование в октябре. Но, тем не менее, 70 лет уже год. Он начался этот замечательный. Поэтому только побед новых вам. Новых высот. И в соревнованиях, конечно, побед вам желаю. А я еще раз напомню, что я заранее вас приглашаю, чтобы вы осветили, так сказать, в дальнейшем по телевидению наши 70 лет встречи. Безусловно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова